Срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу показать для WordPress бесплатный плагин, который позволяет выводить бар с контактами, залипающий. Вот сейчас три контакта. Сейчас посмотрим, там разные варианты можно выводить. При прокрутке фиксируется. И самое интересное, что можно на мобилке вывести только значки. И этот бар можно залепить в нижней позиции сайта. Вот страница в репозитории плагинов. Вот так вот он выглядит. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть из админки, если мы его поищем. Перейдем в плагины. Добавить новый. В поиске вбиваем название плагина Speed Contact Bar. Вот его иконка. Мы его находим. Он бесплатный. Я его установил. И давайте посмотрим настройки. Находится он в настройках Speed Contact Bar после активации плагина. И давайте смотреть настройки. Он, в принципе, даже переведен на русский язык. Здесь можно поставить текст заголовок. Дальше URL заголовка. То есть это какой-то произвольный сайт. Дальше посмотрим адрес электронной почты. Вот email здесь выводится. У каждой ссылки, обратите внимание, если вы используете внешнюю ссылку, лучше поставить URL NoFollow. Это хорошо для SEO сайта. То есть если ставите внешнюю ссылку на сторонний сайт какой-то, обязательно, я думаю, стоит поставить URL NoFollow. Дальше текст ссылки email адресом можно. Телефон. И здесь вот показано прям по-русски, в каком формате можно поставить. Я просто проставил свой номер. И у меня номер выводится. Дальше, что здесь еще интересно. Допустим, WhatsApp. И нам говорят, как номер поставить в WhatsApp без плюса. И действительно ссылка в WhatsApp выводится. Нормально выводится. Открывается. Дальше перейти в WhatsApp Messenger. Единственное, что не хватает здесь ВКонтакте, Одноклассников. Но здесь есть Telegram. И заграничные сервисы. Есть Skype. Как поставить Skype. Номер телефона. Можно поставить Skype. А YouTube, в принципе, интересно. Достаточно интересно смотрится. А дальше идут настройки типа страниц, на которые можно спрятать панель. Допустим, страница 404 ошибка. Страница не найдена. На странице результата поиска. На странице автора. И другие страницы. Отмечаем галочками, где не выводить. Дальше максимальная ширина видимого экрана, чтобы скрыть панель. То есть, вы можете скрыть. Допустим, чтобы на экранах 320, то есть экран мобильного телефона, бар не выводился. То есть, прятался. Но я думаю, что это прикольная тема. Как раз на телефоне таки и надо показывать. То есть, минимальная ширина, чтобы скрыть бар. То есть, тут максимальная ширина, тут минимальная ширина. Положение бара. Вот это вот интересно. Ставим внизу. Включить фиксированное положение. То есть, галку можно снять и будет тогда прятаться, прокручиваться. Но я думаю, что как раз в фиксации здесь и вся соль. Вот видите, у меня при прокрутке внизу фиксируется бар с контактами. Посмотрим дальше, что здесь есть. Дальше регулировка высоты. Можно дать вертикальный отступ, горизонтальный отступ. Также можно выбирать. Прозрачный фон. Цвет фона. Это вот сама заливка. Прозрачность. Можно здесь выбрать. Показать тень. Давайте без тени сделаем. То есть, очень гибко можно настроить. Вот он, видите, желтенький сайдбар. Дальше показать заголовок. Видите, не стоит. Это как раз то, что вот у меня вот этот заголовок не выводится. Здесь можно показать этот заголовок. Дальше сохранить заголовок как... Сохранить заголовок в мобильных устройствах. Показывай, да. Заголовок какого уровня. От H до A6 или DIV или P параграф. Дальше внешний вид текстов и ссылок. Показать текст на небольших дисплеях. Выравнивание текста по центру, справа, по левому краю. Размер шрифта, да. Цвет текста, цвет ссылкам. Если обратите внимание, ссылки у нас синие. Вот как раз здесь это можно поменять. Открытие ссылок в новом окне. Да, нет, можно выбрать. Не открывать ссылки почтового адреса и заголовка в новом окне. Размер иконок. То есть, получается, иконки у нас вот эти, да, выводятся. Вот мы с вами посмотрим. Видите, ссылки красные стали. Самое интересное, что на мобилке можно вводить, вот видите, просто иконками без текста. Автоматически у нас происходит это. Почти идеальный плагин, да. Не хватает, допустим, там Viber, ВКонтакте, Одноклассники. Но Telegram есть, WhatsApp есть, телефон, email. Думаю, многим этот плагин зайдет. На этом видео я заканчиваю. Надеюсь, урок для вас был интересен и полезен. А я с вами не прощаюсь. И очень скоро мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok